Итак, уважаемые, еще очередное видео. Часто пчеловоды задают вопросы такого порядка. Как быстро отстроить магазинные рамки? Очень туго, почему-то у некоторых плохо отстраивается. Здесь один человек описывает этот способ. Это журнал 1958 года, пчеловодство номер 12 журнал. Небольшая статейка, я сначала прочитаю, потом покажу, расскажу. Быстрый способ, написано, заготовки магазинных рамок, имеется в виду оттяжки ващины. Рекомендуемый пчеловодной литературой способ отстройки магазинных сотов меня не удовлетворяли, так как каждый из них имел какой-либо недостаток. Я применяю способ, который, на мой взгляд, является более совершенным. Суть его заключается в следующем. В обыкновенную гнездовую рамку вставляются два брусочка посередине. Тут показано. Затем в обе секции натягивается проволока. Брусочки от верхней части бруска до нижнего, до первого брусочка, это первая магазинная рамка. Потом от нижней части натуральной рамки до середины вторая магазинная рамка. И я сейчас покажу и расскажу. И они наващиваются небольшими начатками ващины. Суть его заключается в следующем. В обыкновенную гнездовую рамку вставляю два брусочка посередине. Затем в обе секции натягиваю проволоку, подвив каждую. К верхнему бруску рамки и бруску номер 6 наващиваются полоски ващины, которые будут, как говорится, верхней частью магазинной рамки во второй секции. Когда пчелы начнут белить соты, то есть у них начинается восковыделение, в гнезда их ставлю рамки с ващиной, в том числе подготовленные вышеописанным способом, то есть полоски наващенные. И он ставит гнезда, когда уже пчелы начинают тянуть ващину. Дальше читаем. Спустя 3-4 дня, в зависимости от интенсивности строительства сотов, ну, проверяй, приблизительно такое время, отстроенные рамки вынимаю и распилю их по линии, тут показано, как я сейчас покажу, на две части, то есть верхняя часть, это уже готовая рамка, если ее отпилить по брусочку включительно, а готовая магазинная рамка. Затем к бруску, брусочку нижней части, шурупами прикрепляю планку шириной равной ширине бруска и толщиной 12 мм, длиной 470 мм. И две магазинные рамки готовы. Этот способ я применяю с 1946 года, и он ни разу меня не подводил. Рамки по качеству ни в чем не уступают рамкам, изготовленным обычным способом, но отстраиваются они в два раза быстрее. Кроме того, наличие в гнезде рамки с начатками ващины заставляет пчел отстроить в них трутневые ячейки, имеется в виду, что для меда, для магазинной надставки, трутневые ячейки годятся. В то время как на рамках навощенных полным листом пчелы преимущественно тянут пчелиные ячейки. Или, как мы сейчас понимаем, надо ставить ващину трутневую. Итак, друзья, сейчас я вам покажу, как эта картинка и на примере покажу. Эта картинка вот так смотрится. Видите, верхний брусок и две рамочки посередине. Итак, сверху навощенная полосочка и снизу. Ну, показано, чтобы видно было рамку. Обычно она к верхнему бруску тоже навощивается. И посередке потом они отпиливаются. Верхняя магазинная рамка получается нормальная, а к нижней сверху прибивает для полноты толщины полоску, реечку, ну, как говорится, с выступами, с плечиками. Вернее, не прибивает, а прикручивает на шурупы. И вполне работает эта система очень быстро. Распилил, готово, распилил, готово. Итак, друзья, сейчас покажу, как это работает на этой рамочке. Хочу сразу заверить вас, что это рамочки не на 250, это рамочки на 300 и выше. У меня рамочка на 250, а если рамочка на 300, она поглубже. И как раз получаются две магазинные рамки. Если вы их будете делать на 250, то вам надо будет вот так вот внутрь вставляется, прибивается рамочка. Здесь прибивается рамочка внутрь. Это уже готовая будет, так сказать. И вот покажу сейчас. Это я приблизительно показываю, как это делается, чтобы вы немножко могли понять. Приблизительно вот так. Вот. Это верхняя часть, готовая уже. Если отстроят ее пчелы, вот так она отпиливается. Вот так раз отпилили ее. Вот здесь вот отпилили, здесь отпилили и здесь отпилили. И магазинная рамочка готова. А нижняя будет немножко в промежутке, как говорится. Тут щель небольшой делается и прибивается нижняя, как говорится. Сейчас покажу. Нижняя прибивается. Это тоже нижняя. И если вы прибиваете сюда нижнюю, то у вас получается и ващину наващиваете снизу здесь, а здесь вот тут сверху полосочку наващиваете. И в итоге нижняя тоже будет готова. Низ будет у вас полностью готова. А кверху, когда вы тут отпиляете, чтобы у вас были плечики, она же будет нижняя, вы прибиваете небольшую речку по толщине плечиков, чтобы она выступала. Так, допустим, это было вот так вот внутрь забито. И плечики здесь выбиваете и здесь. И прикручиваете шурупами. Сюда шуруп, сюда и все. И таким образом вы эти части не трогаете. Это уже полностью у вас сразу рамка прибита. И здесь вторая рамка тоже полностью прибита. И таким образом соты внутри, вы их не трогаете. Они распиливаются по доске. Вот, по этой доске. Итак, если у вас существует вот это самое рамочки на 250, то и у вашей семьи можно отстраивать. Просто надо углубить дно. И сделать рамочку, ну, боковушки вот эти, по длине двух магазинных рамок. Ну, чуть больше, чтобы можно было распилить пополам. И потом вы с расчетом того, что когда вы отпилите, прибьете, чтобы у вас стандартно получилось магазинность снизу и сверху. И таким образом, если дно у вас глубже, вы ставите, допустим, рамочки стандартные у вас на 250, то, чтобы оттянуть магазин, и она у вас будет немножко ниже стоять. Вот так вот. Но пчелы все равно будут тянуть, потому что они тянут хорошо. Они сверху будут пустоту затягивать. То есть через одно у вас будет стоять одна на оттяжку рамки, другая на оттяжку рамки. Пчелы застроят их полностью. И с этой, и с этой стороны. То есть и на 250 вы можете сделать минимальные магазины, какие у вас там вы рассчитываете. Вот. И на 300 удобно вам сделать быстро магазинные рамки оттянуть. Итак, друзья, советую вам взять на вооружение это. И это будет очень быстро и хорошо. Правильный совет. Я считаю, что будет работать прекрасно. Я думаю, все пчеловоды, которые хоть маломальский опыт имеют, они, естественно, заинтересуются этим вопросом. Что еще хочу вам сказать, друзья, по отношению следующей темы, какая мне попалась, очень интересно, хочу поделиться с вами. Называется эта тема «Рой с окольцованной маткой». Небольшая статейка. 18 июня 1958 года к нам на Федоровскую пасеку государственного конзавода Пермской области залетел рой весом 2 килограмма 150 грамм. С маткой неши на себе миниатюрную бирку размером 4 миллиметра на 3 миллиметра и 0,5 миллиметра с пометкой баш ар баш точка ар точка номер 4. Я попросил начальника башкирской конторы пчеловодства товарища Батала установить местонахождение хозяйства, откуда вылетел рой. Вскоре мне было пришло на следующее письмо. Я, Абдульманов Шакир из деревни Бедряк-Куси Татышлинского района Башкирской ССР решил забирковать 4 роя весом в 1 килограмм, 1,5 килограмма и 2 и 2,5 килограмма чтобы узнать на какое расстояние может улететь рой. Я приклеил бирку к грудке пчелиной матки. Делал это очень осторожно чтобы не испортить матку. Рой вылетел 16 июня в 10 часов утра. и направился в вашу сторону. Таким образом рой пролетел 90 километров. В 5 часов вечера я уже снял его с привоя. Рой был в дороге 3 дня и во время пути он уменьшился в весе на 350 грамм. За лето рой отстроил 9 рамок с искусственной овощиной принес 22 килограмма меда. Пчелы работают энергично и матка хорошо откладывает яйца. Старший пчеловод Федоровской пасеки государственного консавода. по фамилии Мальцев. Итак, друзья, вот такую информацию в то время в 59 году написал человек. Весьма интересная информация как далеко раи летают. Провели такой опыт. Не всякий человек согласится пожертвовать четырьмя раями, чтобы ну вот этот человек был любителем экспериментов. И вот что мы получили в результате. Хочу еще прочитать обмен опытом, чем делятся пчеловоды. Тоже весьма интересные факты из их жизни пчеловодов. Пчеловод Алексеев Священно-Ингушской СССР в 57 году в первые за 20 лет своей практики наблюдал случай, когда из одного маточника в семье вышли две матки. Ну да, интересно, конечно, вы такое первый раз слышите, я сам такое первый раз слышу. Возможно, может, такое и есть. Ну это или двойняшки, или близняшки, как хотите, называйте. Ну вот так вот пишет. Пчелы мирно приняли обоих. А на восьмой день матки уже откладывали яйца. Семья была сильная, за лето собрала 30 килограмм меда, и в зиму пошла на 13 рамках с 20 килограмм меда. Пчелы этой семьи отлично отличались миролюбием. Вот такая информация, дальше не пишет, что там произошло дальше. Об опыте содержания многоматочных семей рассказывает Гуральчук из Новосибирской области. Он сформировал семью из молодых нелетных пчел, поставил в нее два свежеотстроенных сота с нектаром и подсадил три плотных старых матки. Матки были приняты пчелами и на пятый день начали кладку яиц. Литок ульи был закрыт разделительной решеткой. Эта семья нормально перезимовала, а весной пчеловод использовал маток для исправления безматочных семей. Хочу уточнить тут неполная информация. По-видимому, разделительная решетка стояла под низом, а сверху стояли так сказать разделительные сетки, чтобы пчелы только через литок могли проходить через разделительную решетку в этот отдел, в этот отдел, в этот отдел. По-видимому, так у него, потому что для чего он поставил разделительную решетку, я не знаю. Они друг друга, по-видимому, не погрызли, потому что разделительные сетки стояли, такие досточки с разделительными сетками. У них был общий запах, семья общая, и они поэтому и смогли так сказать нормально перезимовать, как отдельные маленькие семейки. Читаем дальше. Тютющев из города Ленинграда описывает сходный случай. В семье с поместной маткой, готовящейся к району, оставили два печатных маточника и семь заключили в клеточке. Спустя несколько дней в этой семье вышли обе неплодные матки. Из пяти маточников, заключенных в клеточке, вышли трутни. Ну, я не знаю, как это у него получилось, но, возможно, что-то и было. Вот такая информация, была у него. Дальше читаем. Интересное наблюдение проводят пчеловоды Кулешов и Лыткин из Рязанской области. В 57-м году семьи пчел, среди которых были среднерусские, дальневосточные и кавказские, вывезли за 6 километров от стационарного тачка и расставили на пушке леса у самого массива цветущей гречихи. Отмечайте главная мысль за 6 километров с места обитания, где они стояли. Пчелы вернулось на прежнее место. Из того, что стояла засуха, гречиха нектар не выделяла и пчел на 9-й день отвезли обратно на точок. Ули при этом поставили в новом порядке, что вызвало сечку пчел. То есть летная пчела привыкла на старые места, а они поминали. А почему сечку? Потому что взятка не было. Если бы пчелы с медом шли, они бы не убивали друг друга. Пчелы, которые с медом приходят в любую семью, они их принимают. Только кавказские семьи, поставленные на место среднерусских мирно, принимали среднерусских. Некоторые семьи вовсе лишились летных пчел из-за слета их на прежние места. Следовательно, за 9 дней пчелы не забыли свое место. Просто информация для подтверждения, что пчелы очень долго помнят свое место. Далее читаем. Пчеловод Смирнов из города Харьков весной 57-го года в четырех семьях провел замену маток на зрелые маточники. Из всех маточников вышли матки. Три из них вскоре оплодотворились. Четвертая вылетела на спаривание лишь спустя месяц с наступлением хорошей погоды и взятка. Автор наблюдал, что такую матку пчелы перед вылетом заключили в клуб. То есть маленький комочек пчел они ее массажируют. Хочу сказать почему они массажируют. Поэтому целый месяц маточка жрела и чтобы она хорошенько полетела и чтобы у ней все сработало хорошо пчелы дали хороший массаж. Читаем дальше. Из Луганской области рассказывают хорошевцев о семьях, в которых при замене маток на плодные пчелы закладывали свящевые маточники и только с появлением засева зарезали их. Да и такие случаи бывают потому что пчелы подстраховываются они не знают что просто маток заменили на плодных матка другая они сразу чувствуют что не устройство в семье и они сразу закладывают в некоторых семьях такие случаи бывают. Пчеловод делает вывод что свящевые маточники пчелы могут закладывать при наличии неплодной матки в семье естественно могут и такое заложить это он так делает вывод. Вот что пишет пчеловод Бакулин из Сталинской области во второй половине главного взятка от лучшей семьи пасеки он организовал вывод маток плодную матку на шести рамках он отсадил в виде отводка через 17 дней при осмотре отводка в ячейках сотов оказалось от двух до трех а то и шесть отложенных яиц. На подставленные в следующие дни рамки суши откладывала по несколько яиц в ячейку когда же от семьи отобрали весь открытый расплод пчелы стали нормально воспитывать весь засел. То есть обратите внимание друзья это правильный вывод этого человека потому что я сам наблюдал если от сильной семьи забрать матку и поставить в ограниченное количество рамок и пчел она еще имеет стимул откладывать и она от хорошей кормежки и она еще откладывает какое-то определенное время в две ты смысле так как ячеек не хватает мало пчел обсиживает эти ячейки она откладывает в одну ячейку два три потому что она уже как автомат привыкла класть яички яйца и так еще небольшое мнение обмен пчеловодами агроном кедров пчеловод кетенчиева из города Нальчика описали случай когда у них напаски при посадке плодной матки последняя в течение 40-50 минут пребывала на холоде в неподвижном состоянии непонятно какое состояние ну настолько что она уже была неподвижна через три дня проверяя семью ее нашли откладывающие яйца пчелы отогрели и так отогрели что она стала и яйца откладывать случается что матки при подсадке очень энергичные нападают на пчел тетюшев приводит такой пример когда в одной из семей неплодную матку выпустились клетки на сот она набросилась на пчелу и ужалила ее между прочим хочу пояснить что матки это полноценные женские особи а пчелы это неполноценные женские особи поэтому у матки все есть то что и у пчел но на протяжении многих веков и поколений я нигде не читал чтобы матка могла ужалить пчеловода человека она никогда не жалит пчел она может жалить загрязать и жалить и другие сражаться она как и пчела может но человека она никогда не жалит сколько с ними возился на протяжении и руками брал и за крылышки и в ладошки сажал никогда не жалит и так Читаем дальше. Что люди, которые проводили эксперименты на многих матках, были случаи, что в трехдневном возрасте матка уже могла полететь и спариться. Читаем дальше. Человод Кудисов из Чувашской ССР выпустил на расстоянии 200 метров от улья старую меченую матку. На следующий день при осмотре этой семьи она оказалась в гнезде. Итак, друзья дорогие, вот это вот интересные все новости и еще одна маленькая статейка. И на этом это видео будет иметь конец. «Изжаленные лошади», называется статейка. Случай этот произошел в один из жарких аустовских дней. На полях шла убор коржи. Возле деревни Шеломенская на склоне горы размещался колхозная пасека. Рядом в метрах 50-60 потрескивали конные косилки. Ну, еще в то время, это же 58-59 год, конями косили. Вдруг лошади тревожно заметались в разные стороны, стараясь вырваться из упряжки и убежать. А через две минуты над лошадьми уже гудела туча пчел. Одна пара пристяжных лошадей оборвав по стромке, ошеломленно понеслась по ржи, спасаясь от пчел. Другая не могла освободиться от упряжки. Лошади бились и ржали, затем упали на землю, словно мертвые, издавая стоны. Как только их освободили от упряжки, они вскочив, отбежали с километра, стали как копаны и стояли около 2-3 часов. Ветеринарная помощь лошадям не была оказана. Первые трое суток они пили воду, не поднимаясь на ноги и стонали. На шестые сутки полностью опала опухоль, и лошади стали нормально есть корм, а потом вошли и в строй. Предполагаю, что лошади получили не менее как по 200-250 ужалений. Особенно сильно были сжалены шеи и головы. Эти части тела побелели от ужалений, были будто крупной солью пересыпаны. Лошади живы и поныне, ну в тот момент они были. Случай этот говорит о том, что лошади могут приносить большое число ужалений, чем это обычно указывается в пчеловодной литературе. Однако их надо беречь от этого. Итак, вот на этой нормальной ноте мы будем заканчивать. Советуем вам ввести небольшой дневничок. Если вам интересны какие-то статейки, записывайте название видео. Такое-то статья интересная, которая меня интересует, такая-то. Ну, естественно, подписывайтесь на канал Павел Би. А если вам понравилось видео, вы можете его скачать и себе на память оставить. Или же поставьте лайк, оно у вас будет как любимое видео, в которое вы можете в любой момент заглянуть. И проверить ту информацию, которая у вас будет записана в дневничке. Таким образом, вы сможете предварить в практике. Ну, зачастую люди просматривают и смотрят, ну, знаете, как киносериал. Если вас спросить киносериал, чтобы вы рассказали по сериям, то вы, естественно, не расскажете, потому что вы уже забыли. Как и я забываю. Поэтому желательно завести дневничок, просматривая разные интересные темы, которые вы хотите проверить на опыте. Вы записываете. Видео такое, под номером таким-то, название такое-то, скачано у меня. Или поставлен лайк, и можно проверить и посмотреть. Ну, как говорится, планирую проверить на практике. Мне нравится вот эта тема. Хочу ее попробовать. Допустим, рамки магазинные, как можно быстрее оттягивать. Или еще что-то упустили, что-то забыли. Человеку свойственно забывать. Итак, до встречи. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте комментарии. Всегда рад, буду стараться ответить на ваши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!